МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это удивительное приключение в дикий мир Казахстана началось с простого письма, которое пришло на электронную почту. Молодой владелец бельгийской фирмы по производству акриловых красок по имени Бенджамин много и успешно охотился в Европе на косуль и европейских оленей, но мечтал о настоящей, дикой горной охоте. Внимательно просмотрев все, что предоставил на эту тему интернет, он вдохновился охотой на морала именно в Казахстане. Сегодня в парках спрос на мораль и охоты превышает предложение. Туры бронируются за год вперед, причем заранее вносится безвозвратная предоплата. Заграничные гости прилетели в 12 часов вечера и решили, не отдыхая после перелета, немедленно выехать к месту охоты. В 6 часов утра автомобиль уже подъехал к офису в поселке Саты. Два часа по горной дороге, и они уже распаковывали баулы. Завтрак и пристрелка оружия заняли еще час. Из своего карабина Magnum 300 Win Бенджамин без проблем положил три пули со 100, 200 и 300 метров с максимальным разбросом в 5 сантиметров. Кроме того, парень продемонстрировал неплохие навыки верховой езды и хорошую физическую форму. Погрузив на лошадей внушительную поклажу, мы выдвинулись на поиски охотничьей фортуны. Отъехав буквально километр от места старта, несмотря на поздний час, на ближайшем склоне в густом лесу мы услышали рев морала. Николас дунул в дудку, и бык нескромничая вступил с ним в диалог. «Фантастика! В прошлом году я провел на Алтае целый месяц, и только три раза морал мне ответил», – изумился Николас. «Еще через километр удалось увидеть приличного рогача с двумя самками, буквально в 700 метрах от тропы. Но место оказалось слишком сложным для скрадывания, да и время для охоты было неподходящее, и мы начали подъем. К пяти вечера мы уже разбили лагерь возле родника на высоте 2800 метров. Альпийские болотца были истоптаны моралами, везде чернели грязевые ванны. С юга и востока по склонам тянулись языки елового леса, а с юга плато упиралось в нагромождение ледовых скал, основного хребта Кунгей-Алатау. За ним начинался Кыргызстан. В 400 метрах несколько молодых ТЭКов сдержанно разглядывали нашу делегацию, не выражая особого интереса к нашим персонам. Когда мы им надоели, они отошли чуть в сторону и занялись своими делами. Чуть позже мы вышли на охоту. Антициклон принес из теплой пустыни Токламакан легкий, приятный фен. Если бы мы находились в долине, он бы был нашим союзником, но здесь он нам совсем не был нужен. Скатываясь с перевала, ветер нес наш запах в лес, и моралы могли учуять его за километр. Утром нам на помощь должен был прийти бриз, дующий вверх по склонам, хотя рельеф здешних гор так замысловато изрезан, что этот закон природы часто не соблюдается. Чтобы составить план охоты, нужно учесть рельеф склона, конфигурацию троп, направление ветра и положение тичи, а для этого лучше сначала заметить ее с безопасного расстояния. Морал способен учуять человека с расстояния в километр. Мы планировали, разделившись на две группы, занять наблюдательные позиции на вершинах с хорошим обзором, но моралы спутали все планы. Игнорируя все правила честной охоты и направления ветра, неподалеку от лагеря из леса вышел средних размеров бык. Охота могла бы закончиться в первый же час первого дня, причем без всяких физических усилий, если бы Бенджамина устроил такой вариант. Но ему, к сожалению, требовалось хотя бы немного романтики. Морал исполнил для него под дудку несколько романтических арий и не спеша скрылся за гребнем. Зато к хору из соседнего ущелья присоединился еще один густой бас. За вечер мы наблюдали семь самцов морала, из которых не менее двух с расстояния надежного выстрела. По поведению охотничьих животных можно безошибочно определить уровень браконьерства. В местах с круглогодичным прессом животные, заметив человека с расстояния в 700 метров, не раздумывая бросаются в паническое бегство. Там, где их весной и летом не беспокоят, они привыкают к безопасности, ведут себя беспечно, подолгу разглядывают новый объект, отбегают немного и снова останавливаются. А иногда даже успокаиваются и начинают пастись. На следующее утро мы проехались на лошадях нескольких километров по краю плато и наблюдали еще несколько моралов, один из которых показался нам очень даже ничего. Но охотники от такого обилия дичи уже и смотреть не хотели ни на что, кроме мирового рекорда. Когда мы траверсом пересекали открытый склон, внизу, метрах в ста от нас, вдоль реки шумной гурьбой двигалось стадо кабанов, голов в 40, не обращая на нас никакого внимания. Кабаны вообще плохо видят снизу вверх. Лицензия на дополнительный трофей кабана была доступна, но охотники были так увлечены поиском большого морала, что не захотели шуметь. А на одном из хребтов гуляли волки. Два дня погода нас баловала. Ласковые солнечные дни и умеренно прохладные ночи. Хотя в лагере на высоте 2800 метров вода в чайнике ночью замерзала. Настроение у Бенджамина было великолепное. Мы большей частью передвигались вверхом по относительно выположенному плато, наблюдая моралов сверху вниз. Даже его папа не испытывал никаких физических трудностей от конных прогулок. На третий день во время послеобеденной сиесты на горизонте появилась маленькая облачка и разрушила наше безоблачное существование. Белое и пушистое облачко быстро превратилось в тучу. Надвигался циклон. Брызгал дождь, перешедший в мелкий снег. Мы не придали этому значения, надеясь пережить непогоду в палатках. Но егеря очень настойчиво предложили спуститься вниз, в долину. С утра на новом месте, со дна ущелья, мы увидели в подзорную трубу несколько моралов. Но похоже, их дождь напугал меньше, чем нас. И они, вопреки прогнозам, по-прежнему бодро пищали и гонялись друг за другом возле верхней границы леса. Склоны были крутые и почти непроходимые для лошадей. Егеря предложили Бенджамину подкрадываться к моралам пешком, снизу вверх, но это оказалось очень далеко. Тут гости поняли еще одну особенность нашей национальной охоты. Склоны в Кунге-Алатау крутые, и лошади на пятый-шестой день охоты устают, и уже не в состоянии проделывать длинные подъемы. Сообразив, что таскаться всей компанией по дну ущелья можно до скончания века, я убедил отца, что если он хочет, чтобы сын вернулся с трофеем, то ему лучше пару дней порыбачить. Нужно отдать должное, не без долгих пререканий все на это согласились. Одна группа с отцом отправилась на рыбалку, забегая вперед скажу, что рыбалка удалась, и наш кок в базовом лагере творил с свежей форелью чудеса. А мы с Бенджамином и двумя ребятами по едва заметной морали и тропе принялись штурмовать очень крутой противоположный склон. Циклон наступал, дождь переходил в снег и наоборот, даже гортекс промок насквозь. Я еще раз убедился, что лучшая обувь в этих условиях – резиновые сапоги. Большой морал лежал на опушке между клиниями леса в 600 метрах. На противоположном склоне и время от времени оглашал окрестности воплями. Мы рассчитывали, что к вечеру он начнет двигаться и приблизиться хотя бы на 200 метров. Часам к пяти он действительно начал двигаться, но не спустился к нам, а напротив ушел на гребень. Вечером еще один большой морал в сумерках прошел в 100 метрах от нас, но Бенджамин не захотел стрелять, так как первый морал был больше. Чтобы не спугнуть моралов, ночевать пришлось на крутом склоне елового леса. Было влажно, ночь казалась невыносимо длинной, но всю ночь рядом свистели моралы. Это радовало. Бенджамин, по его признанию, заснуть не смог. На второй день утром моралы паслись выше. Мимо нас прошло несколько, но не тот, который нам был нужен. Думаю, многие на месте Бенджамина в этой ситуации перестрельнули бы в первого попавшегося морала и уехали бы в Европу. До конца жизни писать мемуары в Фейсбуке. Но Бенджамин не выстрелил. Он ждал своего морала. Наш морал лег на дневку в километре выше по склону, на открытом месте. Собственно, особого выбора у нас не было. Либо спускаться к реке, либо использовать шанс подкрасться к нему на лёжке, что было бы вполне возможно для опытного горца. Но маловероятно для охотника, пришедшего в горы с ружьём первый раз. В этой ситуации Бенджамин поступил единственно правильным образом. Он, как охотник и воин, обратил себе на пользу силу своего врага. Нашим главным врагом был циклон. Но враг имел одну особенность. Во время дождя животные плохо чувствуют запах человека, и Бенджамин решил подкрадываться. Используя неровности рельефа, мы несколько часов обходили открытый склон, где лежал бык. Когда же вышли на прямую дистанцию, оказалось до него 450 метров. Дистанция, можно сказать, рабочая, но не на все 100. Последние 150 метров Бенджамин полз в кустах арчи и шиповника. Мы сидели на склоне в ожидании выстрела. Выстрел прозвучал, как всегда, неожиданно. Потом ещё и ещё один. Скажу без преувеличений, это была музыка. Волшебная музыка. Мы прыгали, смеялись и обнимались под дождём, забыв о том, что ещё накануне отношения между всеми нами были вовсе не такие братские. Ещё утром мы бы с большим удовольствием расстались друг с другом, чтобы никогда больше не встретиться. А теперь один выстрел. Движение пальца какого-то парня из чужой страны превратили нас в настоящих друзей. В лагерь мы вернулись к 12 часам ночи. Уставшие, но счастливые. За ужином Бенджамин сказал, что это была самая лучшая охота в его жизни. Трофей весил 14 килограммов. Отец поймал трёх форелей и тоже был счастлив и весел. Я бы тоже написал, что это лучшая охота в моей жизни. И всё такое. Может, я действительно напишу, но немного позже. Тогда, когда уже не смогу выбираться в горы. Она действительно будет вспоминаться как счастье. Но пока я дал себе слово не врать без особой надобности. А если говорить правду? После этой охоты я подумал, что в моём возрасте пора, наверное, уже менять занятия. Правда, через некоторое время я решил отложить это мудрое решение ещё на пару-тройку лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!